Всем привет! Сегодня мы будем ремонтировать таймер на газовой плите Gefez Glass Line, то есть стеклянный. Вперед я менял на ней электроподжиг, а теперь перестал работать таймер. Ну, вернее, он заводится все, но не тикает. Значит, что нам нужно для этого? Крестообразная отвертка, которого кручу над конфорками болты. Начнем с другого. Поищу-ка я отвертку помощнее. Секунду. В итоге тут виновата не отвертка, а то, что закисли некоторые болты. Все-таки перегревы тут присутствуют. Разлитая еда когда-то засохла. В общем, некоторые болтики откручиваются, а некоторые придется срезать ножовкой, потому что ничего их не берет. Даже если убрать напряжение, смяв шайбочку под ней, все равно молотоку дают. Я вот эту вот сейчас вот согну, но он никак не поддается. Начинается с лизывания у него. Шапочка под ним крутится, а болтик мертвый стоит. Такс, 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 такс. Наверное, еще сильнейше со мной. Вот так вот, примерно вот так вот. Можно попробовать обломить. Вот так вот. Так, теперь вот этот попробовать. Здесь уже полотно лучше снять. Потому что там не разгуляться. Все, и с этим болтом поступило точно так же. Надо ее подать чуть-чуть вперед. Санкт-петербург. Так. Так. За бок вот я ее немножко выдвигал. Вот так вот. Есть контакт. Такс. Все. Кстати, она сбоку тоже была прикручена. В прошлый раз я, видать, это не сделал. Такс. Так что можно было ее задвинуть на место. Такс. Ну где наш механизм? Вот так он снимается. Так. Механизм здесь вот получается. Так. Все понятно. Все понятно. Выкручиваем спереди получается. Все. Вот они наши часики. Скорее всего надо разобрать и посмотреть, что внутри. три болтика тут маленькие, крестообразная тверточка. Вот и что у нас тут клинин? Скорее всего здесь вот омайник. Попробовать капнуть маслице надо. Вот сюда вот. Так пусть и здесь ничего страшного. Еще бы внизу бы там. О, и сразу пошло уж. Вот эту шестереночку маслица можно смотреть. Короче, ничего, я думаю, страшно не будет, если мы тут немножко похозяйничаем. Ладно, что они уже затикали, это радует. Угу. Все. Проверка. Тикают. Значит, смазка помогла. Собираем назад. Так вот мы собрали. Ставим на место. Интересно, с какой стороны теперь ставить. Надо, наверное, приложить сначала, чтобы узнать. Так, вот так. Так, все так, все ставим. Кто-то скажет, да, из-за этого будильничка мучатся срезать там болтики. Ну, а есть электроподжин, сломается. Без него, кстати, здесь очень сложно поджечь духовку. В верхней этой комборке понятно. Но духовку, чтобы поджечь, там нет отверстий никакого для спички. Там можно снимать нижнюю часть, тогда можно только поджечь. Так. Ну, все. Подтянем. Я оставлю в описании к видео ссылку еще на мое первое видео. Кстати, оно чуть ли не самое первое на моем канале. Как поменять здесь электроподжих. Он стоит вот здесь вот в углу. Вот. Не родной, кстати, стоит здесь. Потому что родного я не нашел. Ну, в принципе, у них один тот же и скручен. Давай. Вот. Такс. Это ставим на место. Такс, такс, такс. Тикот. Теперь я точно не забуду. Выключить чайник. Так. 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 Забуду. Печь. Ну, что, у меня в итоге осталось три болтика живых. Сильно их теперь затягивать не буду. Потому что мало ли еще что сгорит в этой печке или сломается. Вообще, свою функцию она выполняет очень хорошо. Ей запекает хорошо. Комфорки работают без проблем. Ну, вот мелочи. Типа электроподжиг уже вышел из строя. Будильничек. Ну, а так. Я хочу сказать, что отличное качество. Учитывая, что это печи лет пять уже. Собираем. Так. Проверить на всякий случай электропод. Ага. Вот это у нас не работает. Всё. Удать, Кирилл чуть-чуть поставлю. Всем удачи. Пока. Пишите комментарии. Отвечу.